Господи, родное место практически. 30 лет сюда ходил. Ну правда, не в это место. Сегодня прием документов будет вести член Центральной избирательной комиссии Юлия Александровича Шевченко. Слушайте, я... Вот какие-то люди посчитали, сколько партий меня выбирали. Вот это восьмое. Время завершения приема документов по 11 часов 50 минут. Супер. Вот с этого момента я кандидат выдвинутый. Кандидат в кандидат. Выдвинутый кандидат, выведу на... Не-не-не, уже выдвинутый, уже все, уже кандидат. Согласны? Основной гарантией у него уже все, кандидат. Незарегистрированный кандидат. Поэтому я уже, например, здесь не могу ориентироваться. Все, больше не могу. Я считаю, пожалуйста, я считаю. Мы благодарим, если вы спросите, как будет наш выстрел, если у вас что-то спросит, то вы можете рассказать о процедуре, сдачу в каких своих главных? Агитировать я уже могу, но не всем. И здесь не скидывается работа. Терпела ручный старт? Вот здесь сейчас происходит работа членов Центра Испании. А если мы с господином Шевченко выйдем попить кофе, выйдете и она выйдет в официальный перерыв. Да, официальный перерыв. Среди вас можно. Ой, господи. Добрый путь. Спасибо. Спасибо большое. Как душевно все было. Огромное спасибо Центральной избирательной комиссии за теплые приемы. Вы уже не готовы ставить. Документы у нас, прямо скажу, идеальные. Это у нас выставка посвящена 30-летию. Да, 30 лет. За мной идите. Что очень важно. Я еще на съезде, где были представители Министерства юстиции и Центральной комиссии. Я спросил, какие-то вопросы есть к процедуре предвижения моего съезда. Потому что мы знаем, что у ряда кандидатов возникли проблемы с процедурой выдвижения. И они не были допущены до выбора. Мне сказали, нет, у вас все замечательно, все хорошо. Сегодня сдали документы абсолютно без замечаний. Я уверен, что мы этот этап пройдем и начнем сбор подписей. И дальше будет еще несколько важных и сложных шагов. Собрать 100 тысяч подписей по всей стране в 50 регионах. У нас построены штабы. Моя команда вот здесь вот находится, очень эффективно работает. Вы видите, что это молодые ребята целесные, да? Это штаб кандидатов. И Дмитрий Кисеев, Игорь Артемьев и другие ребята, которые, в общем, действительно по всей стране сейчас очень напряженно работают. Поэтому я думаю, что этот этап мы тоже пройдем успешно. И надеюсь, что у нас в бюллетене по выборам президента Российской Федерации будет в том числе и моя фамилия. Сейчас готов ответить на какие-то вопросы. Я недавно считал, это, по-моему, 307-я или 308-я избирательная компания, в которой я участвую, да? У меня документы принимали все предыдущие слены Центра избиркома, которые были Дайл Александровой Памфиловой, и Вишняков Александр Абертович принимал, и Чуров Владимир Евгеньевич принимал, еще даже Иванченко принимал. Это вот очень давно. Я понимаю, что эта компания сильно отличается. До этого я выдвигался в Государственную Думу, в Москву был Дума губернатора Московской области, но все-таки это масштабы не те, которые сейчас. Сейчас я выдвигаюсь в огромной стране, в которой 108 миллионов избирателей, почти 150 миллионов людей. Конечно, это новый вызов, но я к этому абсолютно готов, и вся моя команда, я думаю, справится. вот эта компания. Это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...